Вы знаете, я прошил 20 лет работал в Англии с Королевским Оркестром. Одно из самых больших впечатлений вообще пребывания в Англии, когда знаете, что каждый год англичанин в паре церкви построил бумажный цветочек. И эти моменты вспоминают участников Первой мировой войны. Первой мировой войны. И вывозят этих стариков, вывозят в колясках, выводят в наградах, в форме. И приходят к памятникам, и участвуют вся страна в этом. Ну да, и когда я знаю, что непохоронен еще солдаты Второй войны, мы даже не помним про Первую свою войну. И все-таки хотя бы Вторую вспоминать тех, кто, включая моего отца, отстать. Поэтому мне эта война тоже не безразлична. И поэтому любая возможность вспомнить этих солдат, вспомнить людей, которые в Питере умирали от голода, это наш долг. Может, я чуть-чуть высокопарно говорю, но сейчас как-то даже не обойтись без этого. Я очень-очень рад, что и весь коллектив все деньги отдает на благотворительные мероприятия. Вот это очень горжусь ими. Я также гордился ими, когда мы в Нью-Йорке два-три месяца тому назад играли в Carnegie Hall концерт. Мы объявили, что все деньги пойдут в Японию на пострадавших, на Фокусино в городе. И причем не просто городу, что это не так уж и много денег, в принципе, но мы послали эти деньги оркестру, который там небольшой оркестр существует. И они очень пострадали. Мы просто хотели выразить свое музыкальное, музыкантское, солидарность с ними. А седьмая симфония, я просто думаю, может быть, бумажка наивная, но мне кажется, что исполнение плакатом в городе, умирающем от голода, исполнение седьмой симфонии, было, по-моему, оказывало такое же, может быть, в духовном смысле, конечно, такое же огромное значение, как битва под Москвой или под Сталинградом. Потому что все, кто знал, что происходит в этом городе, они знали, что этих победить нельзя. Поэтому я думаю, что это был один из самых больших художественных подвигов во время войны. И мы обязаны об этом помнить. Спасибо. Спасибо.